В США начинается судебный процесс, который одни называют новой арт-войной, другие прецедентом, который должен обозначить рамки таких эфемерных понятий, как интеллектуальная собственность и свобода творческого поиска. Всемирно известный фотограф судит не менее знаменитого русскоязычного художника за использование созданного им фотообраза. В деталях процесса Альберт Уотсон против Давида Датуны, а заодно и в проблемах защиты авторских прав в целом разбирался Вадим Милицин. Жили-были два художника. Один фотограф, другой концептуалист. Каждый до поры до времени развивался в собственной творческой колее. Пути пересеклись на планете по имени Стив Джобс. Несколько лет назад шотландец Альберт Уотсон, знаменитый фотограф-портретист, сделал канонический снимок основателя компании Apple. В прошлом году русскоязычный художник-американец Давид Датуна воспроизвел этот образ в виде коллажа, собранного из множества фотографий американской писательницы Эйн Рент. Инсталляция была продана за 210 тысяч долларов. Узнав об этом, Уотсон подал в суд, посчитав, что были нарушены его авторские права. Датуна же настаивает на том, что создал на базе чужого снимка совершенно новое целостное произведение. От его фотографий там даже нет ничего. Была взята фотография Стив Джобса с интернета, которая совсем даже не про Стив Джобса, да, картина моя. Это лицо современного мира в изображении Стив Джобса. Есть в этой истории еще один поворот. Давид Датуна утверждает, что Уотсон, в свою очередь, тоже не является автором оригинальной идеи. Похожий снимок, пронзительный взгляд, глубокомысленный палец у подбородка был впервые опубликован около 30 лет тому назад. Я даже не знал об этом, но мы нашли фотографию. Мне кажется, что это фотография где-то с 80-х годов, совершенно другого фотографа, где такое же изображение Стив Джобса, концепция портрета также. Поэтому, в свою очередь, Уотсон тоже использовал чьи-то идею концептуальную, невизуальную. И сделал точно такую же фотографию. В чем разница? Разница только в том, что Стив Джобс стал старше на 20 лет. В отличие от карты физического мира, границы интеллектуальной собственности не обозначены четко. Здесь нет такого. Вот тут кончаются твои права, и тут же начинаются мои. Первопричинность в мире искусства – предмет неиспешной дискуссии. До суда дела доходит, но в нем оно, как правило, и умирает. Мир искусства, вообще, как сказал Пикассо, хороший художник – это тот художник, который ворует чужие идеи. Это его знаменитое высказывание. А слово «искусство», оно вообще переводится как «эксперимент». Поэтому, если мы не будем экспериментировать и идти дальше, создавать на основе чего-то двух, что-то третье, то человечество станет на месте и не будет развиваться. Если женщина не сольется с мужчиной, понимаете, не родится ребенок. На минувшей неделе американские власти составили антирейтинг стран, где права интеллектуальной собственности нарушаются чаще всего. Впервые за последнее десятилетие список возглавила Украина. Если ситуация не изменится, страна может лишиться режима благоприятствования в торговле США. Не церемонятся с чужими правами в Алжире, Аргентине, Венесуэле, Индии, Китае, России и в десятках других стран. Практически все мы, живущие в век интернета, понемножку воруем. Один скачал голливудский боевик, другой посмотрел очередную серию полюбившегося сериала на левом сайте, третий украсил свою страницу на фейсбуке, найденными с помощью гугл фотопейзажами. Все это с годами стало таким обыденным, таким естественным, что сложно и даже как-то дико ассоциировать подобные действия с понятием воровство. Что же касается скандальной истории с фотографией, превращенной в инсталляцию, то в хитросплетениях творчества двух художников предстоит разбираться суду, который вынесет свой вердикт не раньше, чем через полгода. Исход процесса может стать прецедентным. По его итогам, рамки интеллектуальных прав примут более четкую форму, чем имели раньше. Но воровать в интернете от этого вряд ли будут меньше.